Бригада быстрого реагирования нацгвардии провела боевые учения. Бойцы отрабатывали отражение атаки террористов. Для сдерживания врага задействовали танки, артиллерию, самолеты и беспилотники. Вскоре эти нацгвардейцы отправятся на Донбасс. Они заменят своих побратимов, которые уйдут на ротацию. На боевых учениях побывал наш Владимир Гросу. Алексей в армии уже третий год. В 2014-м, когда Россия начала агрессию на востоке Украины, он ушел на фронт добровольцем. Защищал родину в рядах Добробата Азов. В зоне АТО боец провел почти год. Узнав о формировании бригады быстрого реагирования в нацгвардии, решил, что хочет стать ее частью. Однако всех желающих ожидал тяжелый отбор. Сперва три дня отбора мы проходим. Кто слабенький, то выходит. Кто сильнее, то остается. Потом мы оформляем документы. Через месяц приезжаем. Кто раньше, кто позже, кто позже. Потом нас оформляют сразу. Получаем форму, заключаем контракт. И мы уже на службе. Вскоре Алексей вместе со своими боевыми товарищами отправится в зону АТО. Настрой исключительно на победу. Мы здесь все военные. Мы хотим свои земли вернуть. И любой ценой. Мы стремимся к победе. Бригада быстрого реагирования, или как ее называют военные бригады будущего, действительно отличается от других украинских подразделений. Во всем упор на стандарты НАТО. Она состоит исключительно из контрактников. Также новая полевая форма. Она из шести слоев. Для различных погодных условий и времени года. А костюм для танковых подразделений сделали из огнестойких материалов. Это военнослужащие танковых подразделений. Мы видим новый шлемофон с активной защитой для ушей и баллистической защитой головы. Электроника, материал, все украинское. Баллистика защищает бойцов от обломков и звуковых воздействий на перепонки при взрывах рядом. Идет отсечение шумов и военные не получают контузию. А живут теперь бойцы вот в таких палатках. Внутри мягкие кровати и стабильные 22 градуса тепла. Разместить в ней можно до 30 солдат. Сделана палатка по современным технологиям. Жарким летом в ней прохладно, а суровой зимой тепло. Также она имеет и другие преимущества перед предшественниками. Во-первых, эти палатки сделаны из металлического каркаса. Он собирается за 20 минут. Срок эксплуатации 20 лет. Во-вторых, он состоит из нескольких модулей. То есть крайняя стена снимается и можно добавить еще одну такую палатку. Ткань здесь водозащитная и она не гниет. Перед отбытием в зону АТО бригада быстрого реагирования проводит учебные занятия. Задача, как на передовой, отразить атаку условного противника. На помощь к мотострелкам подоспевает тяжелая артиллерия. А танки Т-72 усиливают контратаку. Противник не выдерживает и терпит поражение. Перед этой бригадой стоят задачи. Проведение стабилизационных действий в зоне АТО, обезвреживание незаконных банформирований, несение службы на блокпостах и другое. Тренировки у нас проходят как индивидуально, так и коллективно. За этим следят профессиональные инструкторы. Обострение ситуации в зоне АТО, постоянные штурмы боевиками Авдеевской промзоны свидетельствуют о том, что ребят ждут тяжелые испытания. Однако они заверяют, бригада будущего к ним готова на все сто. Ведь ее миссия – защита Украины. А девиз – честь, мужество, закон. Владимир Грослев, Петр Галка, UA TV.